В нашем городе полным ходом идет подготовка к празднованию 40-летнего юбилея. 21 августа глава администрации Вячеслав Владимирович Сидунков и его заместитель Дмитрий Геннадьевич Александров совершили рабочий обход объектов строительства и ремонта. Какие объекты у вас, как у главы, сейчас находятся под контролем при подготовке города к зиме? У нас не только подготовка к зиме, у нас же и подготовка к празднованию, в котором мы должны выглядеть аккуратно, опрятно и симпатично. Поэтому, безусловно, в рамках наведения порядка в городе к нашему празднованию, меня интересует и ход работ по подземным коммуникациям, которые ведутся в рамках подготовки к зиме. Очень многие работы сегодня у нас уже завершены и идут восстановительные работы по благоустройству. И сегодня как раз я и ставлю задачу завершить все подобные земляные работы к празднованию Дня города. Вот скажите, пожалуйста, все-таки немножко подпортил картину, вот ураган, который прошел, успеет ли благоустройство наше справиться с ситуацией? Конечно, успеет. Кроме того, мы занимаемся не только силами наших муниципальных предприятий, другие предприятия нашего города откликнулись на такую общегородскую проблему. И сегодня совместными усилиями, объединенными бригадами, мы очень активно устраняем все последствия внезапного этого налетевшего урагана. Конечно, достаточно большие у нас потери, больше сотни деревьев на территории города пострадало, все завалы сегодня ликвидированы и ведется работа как раз по вывозу остатков древесных, которые получились в результате этой беды. На какой стадии нынче находится? Уже вот все-таки август подходит к концу и результаты? Ну, то, что касается подготовки тепловых сетей к зиме, где-то около 70% сетей уже прошли гидравлическое испытание и сети готовы. То есть сейчас идет заключительный этап подготовки. Ну, работа производится в соответствии с планом подготовки к зиме. Сейчас вот за моей спиной работает как бы кран и МУП ККП, производит заключительный этап выполнения работы. Покрытие тротуара не только будет теперь выложено обычной плиткой, но и специальной для указания движения слабовидящим людям. Когда человек идет с тросточкой, он нащупывает вот эту тактильную плитку и по ребрам движения, вот если внимательно посмотреть, на тактильной плитке видны вот эти ребра движения, он определяет маршрут движения дальше. Ну, своей тросточкой в соответствии с ребрами движения. Если плитка лежит вот так вот и ребра движения, как бы перпендикулярно движения, это как бы знак для слабовидящего, что нужно остановиться или поменять движение. Но обход принес не только приятные впечатления от результатов работ по благоустройству в городе. В очередной раз пришлось столкнуться с вопиющими фактами вандализма и убедиться, что не все люди в нашем городе умеют ценить и беречь эти блага, которые для них делают. В нашем городе вообще уже какой-то традицией стали вот эти акты вандализма. Расписать новые остановки, разбить фонари на тропе здоровья. Вот установили урны, опять мы видим, в каком они состоянии, буквально через два дня. Как вы можете прокомментировать вообще это? Ну, с большим сожалению, я к этому отношусь. И меня удивляет отношение горожан к нашему городу, к тому, что делается. Мы очень много усилий прилагаем для того, чтобы наш город процветал, выглядел все лучше. Тем более, мы стараемся сделать это в преддверии нашего большого праздника, юбилея. И действительно, среди мероприятий, которыми мы преображаем наш город, есть и новые фонари, есть и новые скамейки, есть и новые урны, и новые остановки. Но почти все они почему-то в какой-то категории граждан не принимаются. И в результате мы имеем расписанные новые остановки, поврежденные. Вот буквально несколько дней простояли новые урны с покрашенными лавочками в этом дворе. И сегодня мы видим, что и помятые, и выдернутые из земли урны. Я сомневаюсь, что делают это жители дома, возле которого происходит благоустройство. Но пока не готов сказать, какая же группа граждан все-таки этим занимается. Я призываю всех наших горожан активнее участвовать в жизни города. И если они видят подобные случаи вандализма, незамедлительно сообщать об этом по телефону 02 в полицию. Мы обязательно должны пресечь подобные злодеяния.